Приветствуюсь, друзья. Ну что ж, традиционно у нас в новогодние праздники выходит выпуск изнутри и этот выпуск, если честно говоря, вообще не был запланирован. Должна была быть показана совершенно другая книга, выпуск которой переехал теперь на февраль. Я вам покажу в феврале еще одну детскую книгу по мотивам одного знаменитого фильма. А в этот раз у нас будет продолжение «Один дома», о котором я даже не знал. В конце или в начале, по-моему, в начале 2019 года я вам показывал книгу, которая вышла в конце 2018. Это была такая детская новелизация первой части фильма Жорна Хьюза «Один дома». Ну и как бы я вам показал все, она на полочку стала, я не думал, что у нее есть продолжение. А здесь, когда я искал информацию по поводу издательства, по новой книге, которую я вам должен был показать, я обнаружил, что оказывается в конце 2019 года вышла вот эта книга. Вот. И в 2020 году ее как бы продавали. Тираж у нее 3000, и до сих пор она не распродана. Ее во многих местах и в крупных сетевых магазинах можно найти. Вот. Так что давайте не будем тянуть и посмотрим, что там есть внутри. Итак, видим Кевина, который готовит ловушки для липких бандитов в этой книге. Они уже стали липкими. И мне очень нравится вот этот разворот. Прямо если бы его где-то найти в цифровом виде, чтобы вот без сшивки, без всего, прям можно на рабочий стол ставить. Вот. Здесь сразу изображен один из моих любимых персонажей этого фильма. Это женщина с голубями. Ну вот. Даже не сам Кевин у меня любимый персонаж, а вот именно она. Вот. Игрушка. Магазин игрушек Данкона. Ну тут Дункана перевели его. В фильме он как Данкон. Дубляже. Ну и вот. Кратенькая справочка. Кто такой Джон Хьюз, Крис Коламбус и Ким Смит. Ким Смит. Хьюз и Коламбус, я думаю, вам знакомы. А Ким Смит это непосредственно иллюстратор этой книги. Ну и начинается краткое изложение сюжета фильма. Все были заняты сборами для поездки. Кевин тут традиционно пытался обратить на себя внимание. Ну и сцена в аэропорту, когда он попутал одного мужчину со своим отцом и в итоге разменулся с семьей. Вот. И здесь видим уже из окна, что он совсем прилетел совсем не во Флориду, а в Нью-Йорк. Ему очень повезло, что у него на самом деле оказалась сумка отца. Я представляю, какой бы это был коллапс, если бы у него не было сумки отца с собой. Ну, Тим Карри здесь, видимо, не похож на Тима Карри. Абсолютно. Мечта каждого ребенка лежать и есть тонны мороженого. И заметьте, здесь водитель такси очень сильно напоминает Трампа, прямо на злобу дня. Ну и тем временем, значит, липкие бандиты вот прячутся и готовятся к ограблению магазина Дункана. Мистерам Дунканам знакомство, который дарит горлицы. Хотя фильмы были глупкие здесь горлицы почему-то. Решил переводчик, видимо, так сделать, назвать. Ну и встретил при выходе из магазина его, в кавычке, друзей. Которые изложили ему планы на сегодняшнюю ночь. Причем даже ночь изобразили здесь довольно светлой. Парк там был освещен в фильме, но не настолько. Здесь прямо очень ярко. То ли для того, чтобы детей не пугать рисунком, то ли, не знаю. А вот здесь уже как раз тональность такая же, как и в фильме. То есть такой полумрак. Когда он встречает даму с голубями. Но не было здесь, я так понимаю, если я ничего не пропустил, нет. Не было момента, когда она его отвела на чердак театра оперного. Не было. Тут сразу почему-то переход идет к операции хо-хо-хо. Показывая нам изобретательность Кевина. Ну да, и, соответственно, здесь он сыграл наживку, за которую они шеи помчались. Ну а теперь весь спектр ловушек, которые испытали на себе липкие бандиты. Причем художник не стал сильно заморачиваться с дизайном после того, как они пострадали. Вы помните, да, в фильме там. То в цементе они были, то там голова обожжена была. То есть он так же их рисует абсолютно. Ну слегка вот он в цементе. Не стал заморачиваться художник особо с детализацией, но это, конечно, плохо. Я как считаю, ну можно было, даже и для детей, можно было как бы старательность проявить. Ну вот самая большая елка. Но не написано, что она была у Рокфеллерского центра. Почему-то не стали. Ну где Кевин, соответственно, встретил свою маму. Ну и подарки, да, от мистера Данкона, которые получили. Не обратил внимания, что... Точнее, давайте еще назад вернемся. Так, обнаружил, что у Груда подарок. Как выяснилось, из предложенной записки их прислал мистер Данкона, чтобы отблагодарить Кевина за спасение магазина игрушек. Ну я вот не обратил внимания, была ли там сцена, где Кевин привязывает к кирпичу записку. Мы сейчас немножко потом вернемся, сейчас посмотрим книгу. Вот, и вот это очень мне понравилось. То, что они не забыли про эту сцену, когда одного из голубков Кевин отдал даме с голубями. Очень теплая сцена. И вот опять разворот. Здесь уже немного другой. Дама с голубями находится с этой стороны. Уже голубок вот у нее в руках, который Кевин подарил ей. Вот, то есть это, видимо, вечер того же дня. Вот как-то вот так. Ну давайте, наверное, вернемся, попробую я эту сцену найти. Была ли эта сцена, где он привязал Кевина в магазин игрушек, Гарри и Марф уже были из Грибалюсу? Нет, не было, кстати. Вот, соответственно, получается, сцена, из которой мистер Дункан должен был узнать о том, кто спас магазин, она отсутствует. То есть он подарил просто потому, что, получается, Кевин ему понравился. Или что-то в этом роде. В общем, вот такая книга. Мне кажется, это отличный подарок для ребенка, очень веселый. Заменит ли он фильм? Ну, конечно же, нет. Вот здесь нет. То есть я как бы одного дома уже смотрел лет в пять, и я думаю, мне бы эта книжка не заменила фильм. Но как такой проложик, вот, или же такой ностальгический подарок, это вещь, кстати, очень даже замечательная. Приносит какие-то теплые чувства из детства. Ну, на этом все. Всем спасибо. И до следующего выпуска изнутри, выпуск которого состоится 1 февраля. Пока.